привет друзья всем огромнейший привет ух на улице не ветрище вообще жесть не погода так теплая не холодно но блин ветер вообще задолбал ветер сильный ну и наверное дождь будет так ну что что хотел показать что я тут хочу замутить что я хочу сделать заросло тут конечно были на меня травой все ну а что блин руки не доходят ни до чего времени нету работа работа вот смотрите вот у меня так сейчас вот здесь покажу вот у меня здесь вот это профиль лежит на фундаменте вот хочу я залить залить здесь пол вот именно по этому профилю по высоте этого профиля вот так это будет залито все по высоте профиля вот всю эту площадку здесь внутри залью бетоном ну блин слишком конечно бетона до хрена сюда уйдет все это дело мешать покупать но щебенка есть щебенку уже купил но цемент надо покупать ну все это по деньгам дорого выходит вот если вот на таком уровне заливать здесь где-то сантиметров семь будет хочу уложить старым кирпичом и сверх кирпича уже жиденьким бетоном все дело пролить вот у меня здесь куча кирпича лежит возил я от соседки здесь бушный кирпич вот его обобью аккуратненько уложу там сверху залью а здесь вот на въезде на въезде спланирую земельку ровненько аккуратненько постелю какой-нибудь рубероид может быть еще что-нибудь ну может быть рубероид день старый найду постелю и тоже сверху все это дело уложу вот этим вот кирпичом плиты вот тут затяжка у меня есть чтобы перед въездом было не грязно так все бака буду обшивать вот таким же профилем оцинкованным как и на крыше ворота тоже из оцинкованного профиля сделаю сначала хотел замутить сделать чисто железный из листового металла но блин по деньгам дорого ну и нафиг тоже из профиля сделаю вот из такого вот профиля 40 на 20 сварю каркас обошью оцинковкой и все будет ништяк все будет по пути а вот здесь еще хочу смотрите вот здесь вот крышу продлю сюда где-то метра на 2 а может быть на 3 сделала тут вот стоечки в общем чтобы перед въездом у меня был еще такой навес но думаю метра три и наклон будет вот в эту сторону сюда чтобы можно было прямо перед воротами заниматься там какими-то делами вот выгнать мурик тут если дождь и все такое прочее а вон он там вдалеке вона там это мой супер старый сарай ну вот в общем вот такие дела делов все до хрена все упирается во время все упирается в день и так тут у меня что коптил очки мои тоже все заросло блин е-мое косить надо так что тут у нас с бочечкой ну с бочечкой у нас все нормально скоро буду коптить сальце чак бочки подошел запах копчения такой блин вообще не выветривается походу вообще ништяк красота вкуснотища скоро все будем это дело коптить а тут я старый холодильник разбирал не знаю куда его можно применить ну куда не применю такой вот из него шкаф получился до холодильник полюс 2 отслужил я не знаю сколько лет 30 минимум вот телек он старый выбросил ванна здесь вот у меня стоит раньше я в этой ванне бетон месил вручную тяпкой блин скажу я вам тяжкое это занятие жестокое руки на хрен отвалятся вообще потом уже у кума бетономешалку брал бетономешалка все фигачил морозилочка от холодильника из таких морозилок раньше делали ящики для зимней рыбалки вообще ништячные ящики получали ну сейчас мне ящик такой не нужен потому что у меня есть покупной магазинный были ну ветер вообще точно сейчас дождь надует по-любому грязище это задолбало вообще уже скорее лучше бы зима я мою снег пошел в грязи не было вот тележечку надо убрать а вот у меня тут еще подгон босяцкий валяется вон они две 10 литровые там баночки это мне под самогончик надо их помыть вообще на халяву подогнали такие банки сейчас зеленые по 800 рублей 10 литровые стоят мне на халяву подогнала соседка ну нормально пригодятся такие вот дела друзья не погодку так ничего пойдет матвейка спишь и отдыхаешь за сранец маленький так ну чё ребят все пошел делами заниматься блин дело ваза огланды пока выходные надо дела делать все всем удачи всем пока а а а а а Продолжение следует...